Холод и непогода ненастного июльского дня не помешали провести плановые пожарные учения. Утром в СНТ Сходнинские садоводы появилась красная машина огнеборцев. Место назначения – берег речки Сходня. Здесь оборудован пирс, с которого в случае ЧП будут забирать воду. Первым делом конструкцию проверили на техническую исправность. Он предназначен как раз для того, чтобы пожарные и добровольцы пожарные могли забрать воды для цели пожаротушения. У нас, согласно программе пожарная безопасность городского округа, на всей территории построено буквально 5-6 лет 32 пирса, обустроенные пожарные водоемы. Машина не сможет подъехать так близко, если нет такого приспособления. После быстрой планерки приступили к тушению условного возгорания. Наравне с сотрудниками «Химспаса» и пожарным расчетом номер 317 спасательные действия отрабатывали добровольцы из дружины Подрезкова. В случае ЧП они первыми придут на помощь и начнут тушить пожар в ожидании подкрепления. Встречать опасность будут во всеоружии. В распоряжении бригады свое оборудование. Форма, полное снаряжение, мотопомпа, пожарные рукава длиной до 500 метров. Алексей Федоров вступил в ряды огнеборцев 10 лет назад, когда движение дружинников только зарождалось в Химках. Теперь возглавляет подразделение. Помимо наших основных действий по тушению пожара, по ликвидации очагов возгорания, мы до прибытия пожарных принимаем различные меры по предотвращению распространения. У нас также есть и лопаты, и верные грабли, и ранцы для тушения лесных пожаров. И мы сдерживаем распространение пожара. А после прибытия уже совместно с пожарными принимаем совместные действия. Каждый дружинник знает, как оказать первую помощь. Подать воду к очагу возгорания от пожарного автомобиля умеет прокладывать рукавные линии. Научить пользоваться бронзбойтом решили и нашу съемочную группу. Ну вот я, собственно говоря, уже в полной боевой готовности. Мне дали костюм настоящего пожарного. К слову, он не горит и не промокает. Ну и по сегодняшней погоде мне вообще очень тепло. Если опустить пластиковое забрало, оно предохранит от огня и искр лицо. И сзади также есть накладка, которая сохраняет тело в безопасности. Ну и сейчас меня научат обращаться, с пожарным рукавом. Здравствуйте. Мне можно попробовать себя в пожарном деле? Можно. Но с левой стороны нужно стоять, да, я так понимаю? Проходите сюда. Так, принять устойчивое положение, отставить правую ногу назад, правильно? Да. Ну, кстати, очень даже тяжелый рукав. Так, эту ручку я уже не трогаю, это просто включили напор воды, да? Вы можете регулировать то же самое ей положение. Так, а вот этим, вот этой насадкой я могу менять струю, да? Менять струю, да. Вот она более такой рассеянный дает поток. Это на земле горит трава или валежник. А для тушения верхового пожара или, допустим, это будет помещение какое-то, чтобы попасть в окно, необходимо ее сосредоточить. И ее уже можно подать тогда вверх. И какое расстояние она пробивает? Вот какое? До 20 метров. До 20 метров я могу тушить возгорание. Учения особенно актуальны в свете последних событий. Несколько дней назад в квартале Вашутина произошел пожар. Людей удалось спасти, но дом сгорел полностью. Спасатели призывают быть осторожными и внимательными при обращении с огнем и раз в три года проверять состояние электропроводки в доме. На пожарных учениях побывали Юлия Куштейко и Дмитрий Бочаров.